Гладкий асфальт, без трещин, без ям, свеже нанесенная разметка. Раньше о такой дороге жители улицы Маяковского могли только мечтать. Чтобы мечта наконец стала явью, благодаря настойчивости региональных властей дорогу включили в приоритетный президентский проект «Безопасные и качественные дороги». На объект подрядчик вышел в июне, а сейчас дорога готова на 90%. Уложено два слоя асфальта, установлены дорожные знаки, сделана подсыпка обочин, нанесена разметка. Раньше она была разбитая, как говорят, шоферы. Ну вся в трещина. А сейчас хорошо. Сейчас приятно посмотреть, аккуратно. Что хорошо, то хорошо. Впрочем, прибывший на место работы с проверкой губернатор Дмитрий Миронов сразу же нашел недочеты. Жители частенько жалуются на состояние остановок общественного транспорта, как вот на этом участке. Оказалось, не очень. Остановки есть, но не везде есть остановочные комплексы. Ненастья, погода. Дождь, снег. Людям надо где-то ожидать. Безопасно и комфортно. По вашему поручению, мы сейчас на территории города меняем 325 остановок. Понятно, что разных не сделают, и дорогостоящие, и много, но в течение года мы эту ситуацию поправим. Не понравилось главе области и состояние пешеходных переходов. Новая разметка всего за месяц. Сильно потемнело. А что будет, когда пойдут дожди? К слову, на улице Маяковского располагаются больница, поликлиника и школа. Она неправильно нанесена. Несена неправильно. Или что мы по ней поехали сразу. Или поехали сразу. Когда будете осуществлять прием, надо, чтобы это все было в надлежащем виде. Чтобы оценить качество самого дорожного полотна, пришлось прибегнуть к помощи специальной дорожной лаборатории. Передвигаясь на скорости 50-60 км в час, такой комплекс способен собрать полную информацию об исследуемом участке дороги. Соответствует ли он нормативу? Обследует состояние обочин и дорожных знаков. Это данные по ровности, еще дополнительные. Также у нас есть колейность. Оценивается. Там сзади стоит установлен лазер. Камера снимает состояние лазера. Даже так можно... Вот сейчас что компьютер говорит о состоянии колейности? Колейности нет. В Ярославской области такой техники не было, которая принимает качество дорог и реально может говорить о качестве дорожного покрытия и о качестве выполненных работ. Будем принимать дороги у подрядчиков именно с использованием этого новейшего комплекса. Вы знаете, что качество выполненных работ – это приоритет для нас, чтобы в следующем сезоне не пришлось их ремонтировать. На ремонт улицы Маяковского подрядчик дает гарантию 4 года. Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в области будет отремонтировано 50 дорог общей протяженностью более 70 километров. На эти цели выделен миллиард 300 миллионов рублей, в том числе половина этой суммы из федерального бюджета. В Ярославле все работы должны быть завершены к 20 октября. Вадим Ритуновский, Денис Сахаров. День в событиях. Продолжение следует... Продолжение следует...